Сегодня у Кати особенный день. Она подготовилась. Надела любимое платье, сделала прическу. Последний раз в кино, вспоминает, ходила два года назад. Смотрели, тогда еще мультфильм в 3D, кот в сапогах. Очень запомнилось. Этот киносеанс ребятам запомнится тоже надолго. Совсем недавно в этом зале они занимались физкультурой. Сегодня здесь почти домашний кинотеатр. На стене широкий экран, в зале мягкие кресла-трансформеры. В руках у зрителей сладкий попкорн. Эмоции, конечно же, хорошие, потому что мы не ожидали такой обстановки. Спасибо за подаренное, хорошее настроение. В центре зала синие, белые, красные шары. Символ благотворительного фестиваля «Ворошиловский стрелок». В сентябре он проходил в Москве. В этом году целью сбора средств стало открытие кинозала для детей-инвалидов в Брянске. Организатор акции, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Николай Кондратов. Сегодня почетный гость центра. Мы бы очень хотели, чтобы хоть как-то мы вам помогли, вам, дорогие дети, чтобы вы здесь общались, чтобы вы смотрели прекрасные наши российские, советские фильмы и мультфильмы, чтобы вы общались, чтобы вы задавали какие-то вопросы. А мы всегда готовы как-то чем-то помочь, чтобы вам было легче в этом мире. Николай Иванович, еще раз огромное спасибо от имени губернатора Александра Васильевича Богомазова, от депутатского корпуса. Дай Бог, чтобы больше было на родной Брянской земле, мы делали добро. И вот долгожданный момент. Кадры из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов». Также в программе видеофильм о работе организации и телеочерк об истории Брянска «Старый город». Теперь наши дети смогут смотреть все фильмы, все те, которые могут смотреть, все взрослые дети и маленькие дети. То есть и мультики они будут смотреть, и они будут вместе собираться. Теперь есть повод собираться чаще, радуется Таня. Она вообще не помнит, когда была в кино. Сейчас, говорит, можно будет не только посмотреть фильмы, но и обсудить их со сверстниками. Я думаю, что эти встречи будут дальше продолжаться, и будет все больше и больше друзей. Репертуар кинозала будут составлять специалисты-психологи. Показы несколько раз в неделю. Уникальность кинотеатра еще и в том, что он легко трансформируется в театральную студию или в комнату для чаепития, тем самым помогая ребятам получать навыки социального общения. Елена Бочкарева, Андрей Мазонин. События. Брянск.